Однажды на встрече психолога со студентами КФУ девушка из зала задала вопрос как вы относитесь к фразе о том что нужно выходить из зоны комфорта психолог ответил сначала нужно туда войти сказать что девушка была удивлена ничего не сказать итак сегодня мы говорим о зоне комфорта гость студии сегодня у нас представится самостоятельно хорошо меня зовут лилия раифовна фахрудинова я доктор психологических наук профессор кафедры общей психологии института психологии образования казанского федерального университета руководитель магистрской программы психологии синие семейные консультирования изготовили семейных терапевтов и председатель регионального отделения татарстанского российского психологического общества здравствуйте лилия раифовна здравствуйте я хотел сказать практикующий психолог да это кстати очень немаловажно я очень рада что вы нашли время сегодня к нам прийти и вот то что вы обратили на это внимание вы практически сорвали с моих уст да удивительное сочетание академичности вашей да и то что вы точно практический психолог человек который работает непосредственно с людьми очень редко и очень ценно сочетание и сегодня мы разберем тему которая в принципе уже ну набила оскомину в ушах постоянно да но тем не менее вот это вот новая фраза появившаяся сначала нужно туда войти да вызвало удивление не только это девочки которая задала вопрос а у всех кто находился в этот момент в зале и вот это вот это вот назойка слова как назойливая муха тебе надо выйти из зоны комфорта когда нам говорят об этом посторонние люди или я хочу выйти зоны комфорта всегда ли человек понимает то о чем он говорит и вот об этом хочется с разных сторон поговорить да там есть и опасности там есть и притягательные вещи да вот ну начнем конечно сначала вот что такое зона комфорта можно даже зона комфорта да вот как вы как вы это раз трактуете ну вообще вот человеческая психика все живое для всего живого характерно единство изменчивости и стабильности семейная терапия называется единство закона гомеостаза и закон развития гомеостаз это вот организм поддерживает какое-то положение стабильная да то есть температура значит такая вот комфортно для человека состав крови и так далее так далее то есть в этом состоянии в к зоне комфорта человек развивается то есть зоне комфорта тоже человек развивается он как бы вот в этот момент переваривает уже то что с ним произошло осваивает какие-то новые формы деятельности о чем-то размышляет и так далее так далее то есть зона комфорта состояние гомеостаза это необходимая тоже часть развитие человека на самом деле и необходимые условия вот это вот стабильность потому что человеку нужно ну как бы то устаканится что ли ну чтобы у него все там стабильно как сказать перебралась там внутри себя порядок на вел как говорится да что-то новое осваивал то есть это развитие спокойной обстановке но я правильно поняла что изменить что перебила вот что в состоянии гомеостаза какое-то развитие небольшое не скачковый но происходит все равно его можно как бы еще освоением пространства на зарода освоить нет на самом деле там небольшое развитие очень даже глубокое большое развитие то есть в этот момент развиваю как раз идет основное развитие на самом деле то есть развиваются фу психически память мышление там мировоззрение там мотивация отношения и все такое то есть там очень много развивать как раз в зоне как говорят комфорта в этой стабильной зоне там идет очень мощное развитие человека но есть такой диалектический закон перехода количества в качество и вот человек доходит до такого момента своем развитии что дальше вот это вот форма зона вот это пространство больше не соответствует он перерос это вот как птенчик вот он зачался например вот в скорлупе там до растет развивается ему хорошо зона комфорта и это скорлупа необходимо ему для того чтобы он нормально развивался она разрушится он просто по ощущает она защищает она дает ему возможность развития но наступает момент когда птенчик уже вырос и это зон вот эта зона она начинает его уже давить удушать как бы не дает ему дальше развиваться и в этот момент человек ощущает стремление выйти и вот у него это на самом деле очень здорово раскрыто в экзистенциальной психотерапии в экзистенциальной психологии в экзистенциальном психоанализе и там возникает вот как бы сразу несколько моментов мешающих переходу вот почему люди у людей проблемы вот эти вот индивидуальные и семейные идут потому что проблема одна и та же вот они развиваются в гомеостазе вот в этом а в правило как изменить ситуацию как выйти из зоны как дальше развиваться во первых этого правила на изменения в основном отсутствует то есть человек как бы держится за прежнее но по крайней мере пусть плохо но если хорошие моменты пусть мне там так сказать тесно душно но зато все понятно этой серии лучше синица в руках чем журавль в небе но здесь понимаете синица в руках может быть но птенец уже перерос есть он дальше здесь будет находиться это начинается разрушение на самом то есть если мы даже продолжим вот эту метафору да допустим человек находясь в своей зоне комфорта развился достиг определенных пределов скажем так размера скорлупы но в силу своих личных особенностей уплотнил скорлупу так что она вот он очень легко легко не может разрушиться не то что не может разрушиться он боится это то есть он держится за это здесь присутствует сразу несколько страхов скажем есть да то есть первое значит это страх смерти потому что если я выйду из скорлупы то прежней моя жизнь и и не будет но с точки зрения на самом деле горе то есть человек вот это вот возникает такой страх и горе потерять себя как бы да поэтому всегда развитие вот это ощущение печали грусти она нормальная люди боятся грустных ощущений этих психологических формах куча позитивных психологов чувствуйте только счастье смотрите только на хорошее а жизнь гораздо полнее и больше их а плохое неизвестно еще что на самом деле хорошее вот это вот и какие-то теневые моменты и какая-то грусть печаль это тоже часть от твоей жизни сопровождаешься нужно наслаждаться всей палитрой эмоциональной жизни понимать что какие-то чувства эмоции они не случайно если человек испытывает тревогу начинает испытывать этот высокий уровень тревожности на чем говорит то есть он у него это другой страх но действительно то есть он уже понимать что то среда в котором растет он ее перерос уже она уже не и то что не дает ему развитие она его уже начинает останавливать а все живое если она не развивается она начинает разрушаться принцип живого развития а вот поэтому возникает тревога возникает семейный в семье отношения начинает быть напряженными у него самого внутри например да ну в каких-то отношениях там например парень с девушкой нарастает вот эта тревога о чем она говорит пора пришло измениться пришло пришла пора играется пора меняться да вот здесь конечно человека первый страх страх того что он бросит старое нажитое вот это уже вот это вот скорлупа там все понятно и он это бросает и больше она будет не нужна мужа жаль как бы до грусть потери второй страх жизни уже а что там я боюсь жить потому что что меня там ждет действительно если я вылезу из этой скорлупы меня может съесть лисица какая-нибудь я вдруг потону где-нибудь меня кто-то наступит на вдруг в той жизни которую я буду дальше жить со мной произойдет какое-то что-то страшное выдано то что вот меня не может навнести вред и здесь возникает как бы такие два момента то есть я когда консультируя мы начинаем просматривать эти моменты и он начинает видеть что здесь у него хотя бы есть шанс выжить в любом случае да а здесь тоже все у него здесь только идут к в любом случае то есть например если семейная пара не боится изменяться они начинают понимать что если все по-прежнему будет они точно уже разведутся а вот если они начнут меняться что то хотя бы попробую да да то здесь уже есть шанс дальше жить и следующий страх еще вот когда они все-таки понимают что надо дальше есть еще два страха возникает то есть здесь вот это называется елом говорил елом и рубинштейн тоже поворот это называется поворотный узел в судьбе то есть человек вышел на поворот и вот у него несколько дорог как ему идти дальше каждый из дорог не является случайной то есть каждая дорога насыщена ценностями ну то есть вот например у меня например на консультации может быть такой девушка она учится на психологическом факультете например ей интересна психология она хочет развиваться как профессионал а другая ее часть она хочет яхты самолеты дома пароходы в общем короче говоря какую-то вот такую жизнь легкую я на это хочет сразу одна мета она хочет это совсем другой же совсем другая тем более вот я недавно консультировал медиков и там вот есть люди но действительно реально хороший медик сердце горит с желанием помочь такая вот им это нравится они хотят развиваться в этом и одновременно присутствует ценность потребительства богатства вот а мы как будто поражены в обществе течение длительного времени вот это вот потребительство вот это страшно нужно быть богатым ты только тогда человек смысле слова навязаны они просто поражены как будто бы я просто говорил вот вы будете действительно счастливым медикам который действительно реально делать свою работу и внутри вас время будет как вот ядовитый червь точить почему же я не зарабатываю ведь могла где-то в другом месте там заработать как-то по-другому и так далее хотя на самом деле в действительно этим занимались вы бы там были бы потому что вас нет приспособлен как ваша душа для другого выстроена там есть удовлетворение потреблением но нет возможности самоактуализация и это кстати приводит к потере смысла жизни и человек начинает болеть очень тяжело здесь это много пример так вот у него есть разные ценности и он думает что может и там и там у него начинает на самом деле выбора не делает больше не идет по пути то есть он вылез из скорлупы а ноги разъехались по этим дорогам он думает что он идет а на самом деле он не туда не идет и не сюда не идет это как девушка которая пришла к вам это вот психолог студент до психолога на ее часть хочет например вот быть богатой вторая часть ее хочет быть профессиональным психологом помогать в этом развиваться она хочет да и понятно что это требует времени это требует сил чтобы стать хорошим психологом и здесь как бы вот ведь задачи не в зарабатывании денег а в профессиональной помощи людям совершенно другой же а здесь как бы вот такая заработка денег поэтому 2 у них возникает страх когда человек выходит из зоны комфорта ему придется для того чтобы идти дальше развиваться нужно проститься с какой-то своей частью и здесь возникает новый страх смерти то если твоя да это твоя часть идет путь отречения то есть если ты хочешь идти дальше то есть нужно от какой-то просто понять что для тебя главное что для тебя важнее и дальше уже когда ты выходишь вот на эту магистраль все с этого момента у тебя начинает жизнь выстраиваться люди события уже именно вот по этой ценности здесь ты можешь иногда ответвляться но все равно все равно это вокруг одного пока ты не И вот здесь снова начинается эта зона, когда ты начинаешь развиваться. Все стабильно, ты уже выбрал свое место. Она, например, психолог работает над собой. Но придет какое-то время, и даже если у меня технологии, где можно узнать, а где будет следующий поворот. Это даже видно. Как человек встает на дорогу, виден, к чему ты придешь, и что будет дальше. Все равно это видно. И в этой зоне комфорта, конечно, это будет могучее развитие. И вот, знаете, здесь очень важно, к чему на самом деле душа лежит, что для тебя на самом деле главное. Потому что человек может выбрать другой путь, и он может оказаться. Когда вы начинаете выбирать путь, из зоны комфорта вы ходите, выбирайте путь. Старайтесь выбирать именно тот путь, который наиболее трудный, который для вас наиболее плодотворный для вашего развития. Вот такое ощущение складывается, что в самом начале, когда вы про гомеостаз говорили, что, собственно говоря, когда человек осваивает вот это пространство, развиваясь в гомеостазе, он и находится в том самом комфортном состоянии, потому что его это развитие устраивает. Но как только он дошел до границы вот этой вот скорлупы, до края, до красных флажков, по-разному все называют, вот эта зона, она перестала быть для него комфортной. И тогда, собственно говоря, мы говорим о том, что он выходит не из зоны комфорта, а из зоны некомфорта. Вот на самом деле правильно вы говорите. На самом деле правильное использование слова такое, потому что он из зоны некомфорта, а ведь мы же не в течение трех дней понимаем, что нам нужно что-то новое. На это какое-то время, то есть какое-то время человек зреет вот в этой своей неудовольствии того, что происходит. И вот это некомфортное состояние, длительное достаточно, заставляет его туда, да, скакануть. И получается, что вот эта фраза психолога, сначала нужно туда войти, она как раз об этом? Или нет? Я не знаю, что он имел в виду, сложно сказать. То, что психолог имел в виду, это мне неведомо, что она имела в виду и что имела в виду девушка. Видимо, она хотела как выйти из зоны комфорта. То есть по всей видимости эта девушка чувствует, что эта зона комфорта ей уже мешает развитию. Вот я просто в качестве примера тогда могу привести, что была ситуация, когда молодой человек решался уехать на работу за границу, то есть полностью поменять образ жизни, круг общения, да, ну, в страну, чего уж тут говорить, язык, да. И вот у него был определенный страх, связанный с этим. И когда он пришел на консультацию психологу, первое, что он, вот вы сказали про страх смерти, собственно говоря, да, вот как маленькое, мы же не в буквальном смысле, да, это же экзистенциальное понятие. И психолог, комментируя, вот я просто ваши слова сказала, как раз, это нормально бояться. Это не нормально не бояться. То есть если человек идет совершенно в новую жизнь, вот абсолютно, и при этом говорит, что я ничего не боюсь, либо он врет сам себе, либо что, либо у него какие-то проблемы, да. Ну, вообще, в таких случаях мы с клиентами, вот когда я работаю, и мы выходим на эти страхи, то есть мы там, он начинает видеть, что страх на самом деле это его друг, который ему помогает. Вот, знаете, там все зависит от того, что человек еще чувствует. Вот если, например, такое вот волнение, предвкушение, и одновременно страх, который он пытается уйти от чего-то этого, и когда он понимает, что на самом деле страх, он хочет идти дальше, а просто страх его предупреждает об опасности, которая впереди, чтобы он, как вот Цой. Осторожность какая-то. Недавно, 60 лет, Цой был, да, у него такая песня есть. Будь осторожен, там, да, следи за собой. Да, да, да. Вот, ну, как бы, чтобы он был просто, ну, не шел, как бы, беспечный. То есть, понятно, он вышел на новую дорогу, можно уже на английский, деться, посмотреть, быть осторожен, как говорится, да. Только об этом страх – это всегда предупреждение об опасности. И опасность, понятно, на новой дороге может быть. То есть это леса, вот как этот птенчик вышел, там, да. Да, конечно. Лужик, где он может утонуть, еще что-то. Поэтому вот этот страх говорит – быть осторожен, не потрясмотрись, там, и так далее. То есть, получается, если мы используем ту же метафору птенчика, для того, чтобы вот он только, вы сказали, вот он вышел из гнезда, у него ноги разъехались, да, сразу, потому что в них пока силы нет, в них ничего нет. То есть пока ты чувствуешь, что твои ноги не сильны, не надо ходить туда, где леса может быть, не надо ходить туда, где можно утонуть в луже, и какое-то время, вот это вот, цитирует Цоя, да, поберечь себя и вот… Быть осторожным, следить за собой. Да, накапливать. Вот мы же сейчас, получается, собственно говоря, говорим о ресурсах, да. Если ты уже вот вышел в новое состояние, то тебе нужно какое-то время, чтобы эти ресурсы подкопить. Не сразу там ехать в акапулька и вниз головой прыгать, да, а вот именно подкопить ресурсы, чтобы потом уже иметь возможность улететь от лесы, перелететь или обойти лужу и так далее, да? Правильно я понимаю? Ну вот с этим парнем, который, вот вы сказали, что он боится уехать из страны, здесь, я думаю, более сложная ситуация, чем то, о чем мы с вами говорим, потому что твоя страна, твой народ, ты часть этого биопсихо-социальной системы, ты часть этого народа, и с какой мыслью он хочет уехать, то есть порвався своим народом, получается, стався частью другого народа, но он все равно является частью своего народа. Вот, и возможно, я когда, например, провожу семейную терапию, там бывает так, что, например, дети хотят, действительно, многие, они тоже как-то поражены, вот как потребительством, также они поражены тем, что надо уехать из страны, уехать из страны, то есть используется, на самом деле, психотехнология определенными силами, да, не будем уж понятными, да, которые манипулирование сознанием, оно круповым очень сильно поставлено, это очень глубокие исследования, институты много работают в Соединенных Штатах Америки, чтобы вот это делать. Огромные финансирования. Деньги, финансирование, вот через СМИ, через какие-то организации, НКО, они внушили молодежи, что, во-первых, они должны быть потребительными, все время только деньги заработали, ну, как бы вокруг денег, нет призвания, нет служения своему народу, нет радости самореализации, что ли, а есть вот именно какие-то накопления богатств, которые, в принципе, вот я этим медикам сказала, если ты профессионал высокого уровня, ты всегда у тебя будут возможности заработать, у тебя всегда будет всего достаточно. Ну, и сразу возникает вопрос, а что тебе нужно, чтобы чувствовать себя обеспеченным? Да, то есть на самом деле вот это все проговаривается, человек действительно видит, он как бы освобождается, он наконец-то отрекается от этой своей части, и наконец-то спокойно он становится, живет в своей профессии. А так у него все время было бы вот это раздвоение, и за счет этого он на самом деле бы не шел по своей дороге профессиональной реализации. И он и туда, и сюда, его бы метало. А в результате вот хорошо, что я все-таки их немножко проконсультировала, они многие сказали, вы заставили нас задуматься, сказали они. Вот и также с этим молодым человеком неизвестно, что стоит за его желанием уехать. Я бы очень внимательно просмотрела бы субъективность вот этого момента, потому что во время семейной терапии это часто бывает реакция на какие-то семейные отношения или еще что-то. А когда проводишь вот эту консультацию, проводишь вот эту терапию, психотерапию, то человек начинает понимать, что он, и чаще всего так бывает, что его место здесь, он здесь может реализоваться, он здесь может помочь, так сказать, своим... Вот это все равно, что у человека есть семья, родная мать, и он как будто говорит, вот это родная мать моя, бедно одета, мой дом какой-то грязный, пойду-ка я в другие дома снимать, квартиры. Ну, наведи порядок в своем доме, полюби свою мать, одень ее нормально там, да, будь там, где, как говорится, где родился, там и пригодился. Это твоя родина. Поэтому здесь вот с этим я... У меня, понимаете, у психолога должно быть мышление, оно должно просматриваться с разных уровней. Многоуровневое такое, да? Да, да, потому что нет такого, ты хочешь уехать, вот я тебе помогу уехать. Может быть, он хочет уехать, это не то, что на самом деле ему нужно, а просто реакция на какие-то события. А когда он в этом разбирается, он может и не захочет уехать. Но если он действительно, я вижу, что у него истинное желание уехать, то уже мы продумываем, как это можно сделать. Но вот чаще всего это просто реакция на травму какую-то, просто и все. А вот смотрите, есть такое, тоже я читала в литературе о том, что, допустим, мы же все подвержены влиянию, да, вот референтных личностей, друзья, какие-то значимые люди, да, родители, ну и так далее. И вот эти люди могут говорить вот эту самую злополучную фразу, тебе пора выйти из зоны комфорта, тебе пора что-то сделать. То есть нам как будто бы со стороны виднее, что тебе нужно сделать. А человек в это время на самом деле еще не готов, он еще вот не прожил вот в этом гомеостазе свою зону комфортную. Но благодаря тому, что эти люди для него значимы, а он как бы может быть не очень в себе, ну не очень осознанно, не очень уверенно в себе, он туда идет фактически недозревшим. Ну представьте опять-таки нашу ассоциацию с яйцом. Он еще как будто недоношенный ребеночек. Да, 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 недоношенный птенец. Он сам это делает, насильно, но сам это делает, под влиянием других людей, но сам изнутри эту скорлупу разбивает и выходит. Вот эту опасность как можно, ну, самим, вот, людям, находящимся под таким влиянием, ну, нивелировать, не поддаваться, и чем, и все-таки вот понимать, что вот в этом опасно, что раньше времени это делать нельзя. Опасно недосидеть и пересидеть. Ну, то, что он пересидел, он сам чувствует, что пора, вот эта девушка, она сама почувствовала, что ей пора выходить. Поэтому она и спросила психолога, как же мне выйти из зоны комфорта. Видимо, она не просто не знает, как из этого гнезда выйти там. Вот, и здесь можно было бы в этом помочь. Но если человек говорит, увидите, что нет, это видно по телу же, все тело, все говорит, нет, там, еще рано. Ну, видно, человек, у каждого есть свои темпы развития. Вот есть цветы, которые расцветают в мае, есть, которые цветы расцветают в июне, июле, есть, которые в августе и сентябре. Это же не говорит, что сентябрьские цветы хуже майских. У каждого свои темпы развития, свои темпы раскрытия. И нужно дать возможность человеку созреть самому. Но для того, чтобы вот... Почему со стороны могут сказать? Они могут думать, что вот у них какие-то есть программы, представления. Ну, конечно. Что человек должен в этом возрасте делать? Что он должен в этом возрасте делать? Но на самом деле, скорее всего, вот эти родители, скорее всего, да, кто так говорит? Ну, родители, друзья, соцсети, где все время нас кто-то с кем-то, мы все время себя сравнивают. Вот это сравнение прям... Безумный, безумный вред наносит. Групповая такая девиация, скажем, да? Вот, то есть, жмет, как говорится, среда, хочется подтолкнуть. Но то, что ваш ребенок, например, не вылез еще из-за, так сказать, почему-то из курлупы, а он должен был по всем срокам выйти, скорее всего, вы слишком сильно его контролировали, создали такие условия, при которых он не созрел. Это один момент. Возьмите на себя ответственность и подумайте, что я... Это может быть меня-то... Уже то, что вы давите на него сейчас, то есть вы и этот процесс хотите проконтролировать. Это все равно, что яблоку зеленому сказать, ты должен немедленно созреться. Пришло время созреться. А до этого вы держали где-то там, так, чтобы оно медленно созревало, например, да? Вот, поэтому здесь, конечно, это очень все... Не могу сказать, что вот... То есть то, что вы говорите, очень может быть многогранная, разнообразная причина. Поэтому есть такое понятие, как семейная терапия. Когда вы всю эту семейную систему рассматриваете, и они начинают сами видеть, как они придушивают, он начинает видеть, в чем он поддается, почему он так с ним происходит. И далее они уже вместе понимают, как создать условия, чтобы этот человек созрел. А если, допустим, девушка или молодой человек, ну, просто в круге, и это не родители, это сверстники, и у него нет никакого нежелания, невозможности, он вообще не допускает возможность, к сожалению, это пока тоже есть, идти к психологу, да? Засмеют, скажут, ты что, псих и так далее. Ну, вот этого еще сколько угодно. И что? А тем не менее, вот это давление есть. Как ему самому можно вот осознать? Как научиться противостоять давлению? Да. Ну, он может, ну, во-первых, к психологам ходят, психи, извините, уж в вашем заговоре слова, идут к психиатрам, значит, да? Да, конечно. А психологи работают как раз с обычными людьми, у которых какие-то проблемы помочь им выбрать, помочь им понять себя и все такое. Вот, я бы все равно посоветовала бы пойти к хорошему профессиональному психологу, который поможет ему осознать вот это все. Но так, в принципе, прежде чем, значит, когда он чувствует давление, здесь вот должно быть развитие саморегуляции, самообладания, работа над собой очень должна быть большая. И когда она тебя давит, ты должен осознавать вот это давление и просто думать, и задать себе вопрос, «А что хочу я? Вот хочу ли я этого?» Это действительно мое желание? Да, это вот, они, понятно, хотят от меня чего-то. Это как бы их проблемы. То есть то, что они на меня давят. Всегда не думайте, не берите за свой счет, как говорится. То есть если тебе что-то говорят, там, созревает, и не созрел, или еще что-то, они говорят о своих проблемах на самом деле. И как бы нужно понимать, что почти всегда, когда люди предъявляют претензии, они не к тебе предъявляют претензии. Вот я недавно консультировала тоже, вот у женщин было очень много, наверное, претензий к мужу, а в результате оказалось, что не претензий к себе, которую она проецирует на мужа. Вот, поэтому здесь то же самое. То есть здесь речь идет о том, что... И так, ни одной, практически эта практика, ну, везде распространена, там, да, большей частью так. И когда она тебя вот так давит, нужно понимать, что это просто человек о чем-то своем говорит, и подумай, имеет ли какое-то, имеет ли к тебе отношение. То есть ты, возможно, то, что он говорит, как-то резонирует. Может быть, действительно стоит обратить на что-то внимание. Не отгульно, не отбрасывать, как говорится. Но в то же время ставить фильтры и понимание, что не прямо, а вот да, так и есть. То есть ставить границы, уметь держать границы, уметь понимать, что, может быть, где-то человек просто переходит границы, внедряется тебе что-то, внушает свое, там, манипулирует тобой, ну, как бы пытается властвовать над тобой, доминировать над тобой, внушая какие-то ему нужные идеи. То есть для чего этому человеку это нужно говорить? Чего он хочет от меня? То есть он хочет что через это? Самоутвердиться. Чего он хочет? Что он... То есть здесь вопрос, то есть то, что тебе говорят, это не обязательно, даже, скорее всего, к вам не иметь никакого отношения. Да-да-да, человек... И чаще всего вот те, которые нас говорят, тебе надо то, тебе надо это, на самом деле говорят о своих, как Вы говорите, о своих проблемах, которые они самостоятельно решить не могут, и вот таким проективным способом успокаиваются. Да, как будто они справились. Да, как будто они уже справились. То есть они говорят другому, у них ощущение... Как будто бы они это сделали уже. Да-да, как будто сделали. Поэтому здесь вот так, то есть нужно просто отодвинуться немножко от этого, не воспринимать все лично к себе, И задавать вопрос, а что я хочу на самом деле? И действительно прислушиваться, может быть, они действительно правы. Но именно вот так, критично, добавить критичности в свою жизнь. А так нужно лучше всего пойти к психологу, которому вы это очень хорошо увидите. Он вам поможет овладеть собой, понять лучше себя, окружение. И вы станете дать возможность себе вот этой границы окрепнуть, и вы начнете в них спокойно развиваться. Так, куда ваша природа идет, вам самим хочется. А если все-таки произошла ситуация, когда тот или иной человек вышел из зоны некомфорта, и в новой своей ипостаси он испытывает страх жизни, страх смерти, но достаточно долгое время ничего, вот этот гомеостаз не возникает. То есть он как бы зависает между моментом развития, когда он в него пошел, и гомеостазом, который что-то как-то никак не появляется. То есть какой, ну как будто бы человек достаточно длительное время находится в дистрессе. Вот что сделать в этой ситуации? То есть вы хотите сказать, что когда он вышел уже, но вот это как раз проблема выбора. То есть он не может, он пробуксовывает, потому что... Выбор неправильно сделал. Не может понять, что он хочет. Вот как вот эта девушка. Вот она хочет быть и психологом, и она хочет быть бизнесменом, который зарабатывает большие деньги. Вот, а это... И она вот как бы и туда, и туда, она пытается это совместить. И вот это пробуксовка идет. И? А нужно выбрать что-то одно. И уже уйти. И поэтому вот эта грусть, печаль, она всегда сопровождает развитие, потому что он отказался от какой-то своей части. То есть получается, в той ситуации, о которой я говорю, когда человек вышел из зоны некомфорта, и вот... Он понят, что хочет, должен понять, что он хочет. Это означает, что он не отказался на самом деле от какой-то части, которая ему мешает двигаться дальше. Да, он пробуксовывает. Пробуксовывает. И надо проанализировать... Проанализировать и понять, что он хочет. Что хочет и от чего нужно отказаться. И это, конечно, лучше делать со специалистом. Еще там есть такая проблема ответственности. Потому что если он что-то выбирает, то он будет тоже отвечать за это. И когда человек понимает, что он сам отвечает за свой выбор, он совсем по-другому выстраивает жизнь. А чаще всего люди начинают выбирать, потому что вот мама сказала, как говорится, кто-то сказал. И он как бы снимает с себя ответственность. Я туда выбрал, потому что мне сказали, вы виноваты. Вы виноваты, что я женился на ком-то. Вы виноваты, потому что я что-то сделал. И здесь, понимаете, даже если он правильно выбрал, по сути, то, что хотел. Но поскольку он думает, что он выбрал не сам. Не осознает, что это его выбор. У него нет ответственности за это. У него совершенно по-другому выстраивается жизнь. Он как бы теряет возможность развития полного. Там, где мог получить могучее развитие. Очень продуктивное развитие. Поэтому человек должен сам выбирать. И вот понимаете, даже на время консультации человек и выбирает, например, и боится. И он мне прямо спрашивает, Лиля Раифовна, ну скажите, вы же лучше знаете, что мне выбрать. А я, знаете, сразу вижу, что он выбирает на самом деле. Я никогда не говорю. Будем дальше консультироваться, пока ты сам не возьмешь на себя ответственность. Потому что если я тебе скажу, куда тебе лучше, ты потом скажешь, вот мне Лиля Раифовна сказала, а вот теперь я там в лужу попала, еще что-то сделала. Вы виноваты вообще. Да, я виновата. На самом деле нет ни одного пути, где одни розы. Везде будут трудности, потери. На этом пути ты, может быть, действительно серьезная потеря. Но ты должен понимать, я выбрал, и я выбираю, как бы я отвечаю за все последствия своего решения. А вот эта способность брать ответственность, она очень слабо развита тоже. Вот это на самом деле сила воли. Надо человеку воспитывать силу воли. Это самообладание, решительность, вот это вот, например. Способность быть, вот это, как это сказать, брать на себя ответственность, мужество. Мужество, мужество жить на самом деле. Мужество жить, да. Вот поэтому здесь такой момент, что вот этим, я могу просто посоветовать развивать силу воли. Почитайте книгу Ильина «Психология воли». Она есть в интернете. Там прям расписаны, какие черты воли есть. И, в принципе, по ним это вам программа, как развивать внутренний стержень. Если у человека есть внутренний стержень, то он вот эти все моменты преодолевает гораздо легче. Легче решается выйти из зоны комфорта. Легче решается выбрать путь. Берет на себя ответственность, решительность. Нужна смелость. Смелость – это тоже волевое качество. То есть, должен быть, этот пстенчик должен быть смелый. То есть, по сути, вы говорите о том, что если у человека не развит волевой компонент, вот в личности стержня нет, у него не получится выйти из зоны некомфорта, он так в ней будет сидеть. Или получится, но криво-косо, да? Нет. Вот каждому возрасту человек развивается, у него постепенно должен развиваться вот этот стержень, дух. То есть, здесь родители должны давать возможность человеку время от времени все больше получать эту ответственность. И он поэтому, это не будет какой-то разрыв или еще что-то, они будут им довольны. Потому что он будет самостоятельно это приобретать сам. Ну, у нас ведь, Лилия Раиф, у нас как раз в этом проблема основная и заключается, что у нас большинство родителей топят детей. Не дают мне развиваться, не поддерживают, не мотивируют, не ходи, не трогай, ты не получится, у тебя ты не умеешь и так далее. Одна крайность, либо мой ребенок бриллиантовый, не трогайте его грязными руками. А потом он говорит, почему ты такой несамостоятельный? А он, а самостоятельность может сформироваться только в условиях, когда он может эту самостоятельность проявить. Ну, то есть, получается, что когда вот это вот пробы выхода из зоны некомфорта, у него в нормальном развитии должны происходить в семейном еще гнезде, рядом с родителями. Родители должны его обучить, как выходить из зоны комфорта. То есть, мы сейчас говорим с вами, мы уже перешли к теме поддержки. Воспитание. Да, воспитание. Ну, это в идеале, что вот первые попытки выхода из некомфорта, преодоления ступени происходили при поддержке родителей. Правильно? Не только родителей. Ну, близких каких-то. В этом участвуют, во-первых, первую очередь, конечно, родители, и должна быть подготовка родительства. То есть, родительство – это особое, это не нужно, вот просто так появился, сам себе себе растет. Это очень ответственность большая. Это вообще, как бы, ответственность не только на уровне родителей, на уровне всего общества, на самом деле, потому что вырастает новое поколение. Поэтому я считаю, что вообще родители нужно готовить с детского сада, на самом деле. Вот это вот начало. Какой мальчик должен, какая девочка, какие отношения, семья там готовится, она мать там. В Советском Союзе это было, кстати. Девочки смотрели, мальчиков учили, что это будущее чья-то жена, чья-то мать. Вот бережные отношения. А на мужчину смотрят больше, как защитник, добытчик, кто-то, кто будет защищать. Тоже девочки, девочки приучались очень уважительно к мальчикам относиться. То есть, вот это взаимное уважение, понимание вот этих ролей, отношений, ролей, отношений, оно, конечно, что такое семья, какие цели. То есть, это должно быть с детского сада, школы и так далее. Но, это, во-первых, само родительство должно быть осознанное, компетентное родительство. Вот, и это, еще раз повторяю, это ведь не только родители, это детские сады, это педагоги, ребенка воспитывает, все общество, ошибочно думать, скинули все на родителей. На самом деле, родители сейчас тоже поставлены в условия, когда они работают день и ночь, чтобы прокормить, так сказать, тех же самых детей, дать возможность отдохнуть и учиться, и все такое. Поэтому, здесь вот должна быть пересмотрена система воспитания. То есть, должно быть все продумано, просмотрено. И если будет система воспитания, в школах выстроена правильным образом, в семье, родителям будут помогать. Должна быть очень развитая система психологической помощи в школах, в детских садах, семейные терапевты должны быть. Родители же, они не психологи, то есть, здесь вовремя помогает психолог, подкорректирует, поможет, покажет там какие-то моменты. То есть, очень развитая должна быть психологическая служба в школах, это не один психолог должен быть, который, ну, не очень компетентный. Ну, конечно, физически не будет. А должна быть целая группа профессионалов, которые несколько человек с младшим школьного возраста, несколько человек с подростковым, несколько человек со старшими, несколько человек с самим педколлективом работают, потому что он сам проблемный, так сказать. Еще работать нужно с семьями, с детьми, потому что должно быть взаимодействие между школой и семьями. Они должны вместе воспитывать в непротиворечивом единстве. И здесь педагоги – это люди, профессионалы должны быть, они почти практически как психологи. Еще к ним вдобавок психологи, которые профессионалы уже высокого уровня в области психологии. То есть, я думаю, надеюсь, что со временем мы придем к этому. И тогда общество будет здоровым, понимаете, здоровым будет. Вы сейчас прям очень хорошо об этом говорите. Я очень надеюсь, что в следующем сезоне мы с вами отдельную передачу именно по новой системе или по возвращению к старой системе, или по созданию новой системы воспитания обязательно поговорим. А сейчас я бы хотела вернуться вот к той ситуации, которую я немножко зацепила, говоря о том, что, допустим, ребенок вырос в семье, где родители его топили. И он вырос, не получая поддержку при вот этих развивающих моментах, когда он меняет свой статус и идет в какую-то опасность ради развития. Вот можно ли это делать без поддержки? Ну, не имеется в виду только поддержка родителей, там вообще друзья. Может быть, самоподдержка. Самоподдержка. Да, вообще Ушинский говорил, что до 15 лет воспитывает семья, там воспитатель и так далее. После 15 лет человек приобретает такой уровень осознанности и сознания, когда он может себя сам воспитывать. Как говорил Рахманинов, я сам себя сделал. То есть есть литература, психологическая литература. Вот на что обращать внимание? В первую очередь развитие морально-нравственных, вот этих вот морально-волевых, нравственно-волевых качеств, так скажем. Потому что воля и нравственность, они приплетены. То есть когда у человека есть стержень, он четко понимает, и это я могу делать, это нет. Он четко понимает, что он хочет. Вот это наличие стержня, он сейчас очень большая проблема у молодежи. Вот я сколько смотрю, она как будто вот аморфная, не дали ей сформироваться. А что дает стержень? Он дает вот эту способность быть решительным, смелым, четко понимающим, что ты хочешь. Вот интересная вы мысль такую сказали про аморфность. Ведь получается, что если человек определился, у него есть стержень, то ему как бы идти по жизни немножко полегче. Вот я об этом и сказала. То есть когда у него есть вот этот стержень, он четко понимает, что он хочет в конечном счете и так далее. И это помогает ему делать более правильный выбор. Он не теряет энергию. На вот этих сомнениях, на непонятной вот этой вот вибрации, на таком болотистом каком-то состоянии трясина. Он идет, знает четко. Он целеустремленный, хорошо защищает свои границы, хорошо понимает. Но с ним это не падает, это надо работать. Тогда нужно просто, если вы, вот я могу посоветовать. Первое, это психологи хорошие, которые вам помогут. Второе, самовоспитание. И в первую очередь, это дух. Во-вторых, нужно формировать в себе и эмпатийный, эмоциональный интеллект тоже. Вообще интеллектуальные способности. Потому что мышление позволяет вам уметь анализировать ситуацию, критично к ней относиться. Вам что-то давят, вам говорят. Вы как бы думаете, включаете свои, так сказать, свои интеллектуальные возможности. И вот сейчас мне очень печально, что в школах перестали обучать детей думать, анализировать. Вот эти тесты, они как будто все время выбирают. Все время, это резко. То есть я вот помню, как нас обучали. Нас обучали анализировать, обобщать, проводить аналогии, размышлять, рассуждать. Думать учили. У нас интеллект развивали. Думать чувствовать. И люди, которые могли критично воспринимать ситуацию. А такие люди, когда у человека это не развито, очень легко надавить. Очень легко зависимость от соцсетей, от мнения. Просто человек как захлебывается. И у него не хватает ни духа, ни интеллектуальных возможностей от этого отделиться. И он тогда начинает вибрировать. Не знает, что с ним делать. Почему? Потому что его душа хочет одно, а давление о другом. И вот такой сильнейший возникает внутренний дискомфорт. Внутренняя конфликтность, которая приводит к ощущению, что в твоей жизни происходит что-то не так. Как будто ты что-то не то делаешь. Или вот ничего не нравится, ничего не удовлетворяет. Это как будто он тонет в этом всем. Ну, такое то, что принято называть депрессивное состояние. Да, ну, как бы, да, Боже, это уже как будто нормально. Да, депрессивное состояние. Вот как говорил Лермонтов там, он говорил, мы все как будто вовремя. Ну, такое, я уже забыла выражение, но смысл, что молодежь уже, как бы, является старой, уже, как бы, износит. Как будто мы все повидали, все уже знаем, все такое. Это как раз говорит, что вот эта молодежь при Лермонтове в те времена, она тоже вот как раз застряла в зоне комфорта и уже начала, ну, разрушаться. То есть, получается, застревание в зоне комфорта, это, ну, по сути дела, ведет не к невротизму, прям вот к сильному, да? Да, это называется невроза. Поэтому Зигмун Тверд и говорил, что человек западного типа невротической личности, потому что у него очень сильно защита не дает, включенная в нем защита воспитанная, не дает ему развиваться, не дает ему стать собой. И он говорил, что, в принципе, для человека только один выход западного, психотерапия, он говорил. Потому что сам себя вытащить из болота за шкирку очень сложно. А вот именно хороший, сильный психотерапик, который сам прошел. Надо быть мюнхгаузеном. Да, да, да. Что называлось? То есть психотерапик – это человек, который уже прошел этот путь, он уже, у него высокий уровень самосознания, у него все это присутствует, и он знает этот путь. И он видит, ну, как бы это как вот мудрый человек, который вот с очень продвинутым сознанием проработан, и он может ему помочь пройти дальше. Другого пути у Зигмунд Фрейд не видел, на самом деле, потому что человек трудно как-то самому, он все равно будет, ну, ему трудно из этого вылезти. Из болота надо вытащить, понимаете, он тонечек, ему надо кто-то, чтобы вытащил руку и вытащил его из болота. Ну, собственно говоря, об этом же и говорит то, что даже у великих психологов, практических психологов, есть свои супервизоры, то есть люди, которые им помогают в каких-то жизненных ситуациях. Идеальных людей не существует, есть постоянное развитие. Да, понятно. Но вот психологам тоже нужно, на самом деле, вот, я просто хотела сказать, что для психолога должен быть тоже очень подготовленный человек. Он должен быть очень проработанный внутренний, у него должно быть сознание высокое, и стержень высочайший должен быть. И он должен быть и проработанный, и хорошо себя контролирующий. И у него, к тому же, вот эта, как вы правильно все время говорите, поддержка, вот этот стержень, он очень напитан любовью, заботой. То есть около этого человек сидишь и дышать легче. Так вот, получается, что поддержка, это и есть наши накопленные ресурсы, собственно говоря. Либо это самоподдержка, это наши ресурсы, либо это... Да, да, поддержка, она всегда исходит от другого человека. А потом в какой-то момент, когда ты уже выходишь на определенный уровень, как бы переходишь вот эту детскую черту, в принципе, психолог уже на более высоком уровне, он может заниматься и самоподдержкой, он может легко искать, находит помощь сам. И в принципе, вот уже может, как сказать, самотерапия, вот это есть такое понятие. То есть он уже достиг такого уровня, что он сам себя видит со стороны, на самом деле. А вы можете сказать, вот в каком состоянии точно нельзя вообще никак выходить вот из этой некомфортной зоны? Зоны. Ну, какие-то вот... Из зоны некомфорта? Да, да, да. Ну, комфорта, некомфорта, сейчас мы уже по-разному. Вот прям вот то, что может навредить человеку. Ну, зона комфорта, во-первых, если ты чувствуешь, что ты не хочешь выходить из зоны комфорта. Ну, значит, ты еще не созрел, значит, для выхода. Если ты чувствуешь, что пора выходить из зоны комфорта, но не знаешь, как из нее выйти, надо искать помощи. Вот. То есть первое получается. Разговаривать, там, психологи, там, еще что-то. Нужно найти... Всегда чувствуйте в самих себя, что вы хотите. То есть вам сказали, что ты слишком засиделся в зоне комфорта. А подумай, а я чувствую себя в засидевшемся? Или мне еще здесь нужно, на самом деле, многое понять? Вот. Если ты чувствуешь, да, я еще не хочу, вот мне нравится, пусть все думают, что я какой-то несамостоятельный или еще что-то. А вот я считаю, что мне пока нужно здесь понаходиться. Всегда чувствуйте, что чувствует ваше сердце. Как говорится, что вы чувствуете? Если вы чувствуете, что все, пора, уже больше не могу так жить, не хочу больше так жить, значит, ищите помощи, чтобы вам помогли найти выход из зоны комфорта. Вот это вот тоже, да, ключевой момент, когда все-таки мы возвращаемся к тому, что человек должен себя услышать, да, и нельзя выходить из этой зоны, условно комфортной, некомфортной, в том состоянии, когда ты этого еще не хочешь. Ты на самом деле не хочешь, да, не созрел. Когда неважно, сколько ты там сидишь. Да, неважно. Год, два, три, четыре и так далее. Это абсолютно индивидуально. И в этой ситуации мы никого не слушаем, слушаем только себя. Да. Потому что послушаешь другого, навредишь, собственно говоря, себе. Ну, вы можете, конечно, прислушаться к полю. То есть вам говорят, ты засиделся, ты засиделся, а ты вроде чувствуешь себя хорошо. Вы можете пойти к психологу и разобраться с этим. То есть вот мне все время все говорят, что мне надо выйти уже, а я почему-то не хочу, в чем проблема. Вот. И вы бы там разбираетесь, и становится видно. И, кстати, у психологов ты можешь получить такой толчок, что действительно ты поймешь, что они вообще-то правы, действительно. Может быть так. А может быть вы с психологом поймете, что действительно вот эту часть надо проработать, а потом уже можно. И там сколько времени уйдет и так далее. То есть это все очень тонко каждый раз. Человеческая душа, она очень тонкая. Это не машина какая-нибудь. Нужно очень нежно, очень тонко, очень прямо, так сказать, прислушиваясь, очень обращаться с человеком. Но это тогда все равно нужно при этом доверять своей структуре, доверять себе, да, чтобы осознавать, что я тонкий инструмент. Потому что эмоции, да, да, нет. Вот понимаете, эмоции и чувства – это первый интеллект. Есть такое понятие эмоциональный интеллект. Он как бы не выходит на уровень, так сказать, когнитивных каких-то. Но, в принципе, раз слово интеллект, значит, уже когнитивное. Вот эти чувства, они – это первое, что вам говорят, с вами хорошо или плохо, комфортно, некомфортно, идти туда или не идти. Поэтому прислушивайтесь к своим чувствам. А что вы хотите? И вам, на самом деле, ваши чувства говорят, да, да, пора выходить. Или нет, нет, я пока не хочу, я боюсь. Вот боюсь, страх – это не означает, что нужно обязательно преодолевать страх или еще что-то. Страх – это ваш друг, он о чем-то предупреждает. Но разберитесь, чего вы боитесь на самом деле. Посмотрите в глаза прямо своему страху. Чего ты на самом деле боишься? Чего ты на самом деле хочешь? Чувствуешь ли ты себя созревшим? Или тебе нужно еще доразвиться? Если ты уже созрел, хочется дальше идти, но страшно. Почему тебе страшно? И вот здесь я вот хоть… Человек может и сам разобраться, конечно. Но я вот еще раз хочу сказать, что… Ну, не зря есть психологическая… Ты можешь сам лечиться дома, а есть врачи, как говорится, да. Ты можешь сам себя как-то помогать, а есть профессионалы, которые могут тебе помочь. И вот здесь для меня еще важный тонкий момент есть, когда то, что относится к насилию. Вот когда мы не готовы выходить еще, но выходим, мы, получается, совершаем насилие над собой. И вот тут вот я уже прям вот слышу оппонентов, которые могут говорить, ну как же, ну воспитывать себя, воспитывать волю, это же разве не насилие над собой? Вот вы тренируетесь ведь свое тело. Вот если вы не будете тренировать свое тело, оно у вас будет дряблое, больное, но вы мало что можете делать, быстро устаете, плохо себя чувствуете. И вам приходится делать зарядку, гулять, заниматься подвижными видами спорта. А спорт всегда требует присутствия воли. То есть ты себя преодолеваешь ведь? Ваша воля развивается только через преодоление самого себя. Просто нужно к себе тоже относиться бережно. То есть давать себе возможность преодолевать себя, только преодолением себя развивается воля, но не ломанием. Насилие – это ломка. Ломка. А здесь обучение себя, как бы, укрепление себя. Если ты не будешь себя развивать, свое тело, то оно у тебя, в принципе, очень быстро одрехлеет, и заболеешь, и умрешь. А уж тем более психика. Психика еще большего требует внимания. У нас просто нет культуры психологической, слабая она. Вот есть физкультура, должна быть психкультура. Психологическая культура. Совершенно верно. Я с вами помню. То есть вы тренируете себя, развиваете себя. Вы должны... Что такое психически здоровый человек? Это хорошо адаптированное, с высоким интеллектом, с высоким уровнем воли, с развитой пониманием своей чувственной сферы, эмоциональной сферы, осознанность. То есть это дает... Вы же сами будете себя чувствовать благополучными, счастливыми. У вас будет легко выстраиваться отношения. И вы все время развиваетесь. Когда человек развивается, он чувствует себя счастливым. Он чувствует себя экзистенциально наполненным. Поэтому я и говорю, выбирайте тот путь, который трудный, где придется себя преодолевать, где придется много развиваться, и больше будет и плодов. В конце вы станете гораздо более зрелым, гораздо более сильным, умным, гораздо более умеющим, гораздо более востребованным, нужным. Вы будете чувствовать нужность другим людям. Вот сейчас опять нас запад заразил вот этим индивидуализмом. То есть все только для себя, под себя, личный успех и так далее. А человек не чувствует себя счастливым, когда только под себя. Человеку нужен человек. Да, природа человека состоит в... Это еще Альфред Адлер открыл. Исследования показали, что эгоистичные люди, они очень проблемные, одинокие, несчастливые и больные, как говорится. И когда он им давал возможность помогать другим людям, они начинали раскрываться. То есть когда человек чувствует нужным, он может что-то делать для общества, для других людей, он чувствует себя счастливым. Поэтому профессия врача, психолога, учителя, воина вот сейчас воюет, да, то есть людей, которые защищают, помогают, что-то делают, хлебопеки там. Спасатели. Спасатели. Ну, в любое, вообще, любая профессия там, которая связана с тем, что люди другие становятся более счастливы. Вот эти хлеборобы те же самые. От взаимодействия, да. Да, да. Это, в принципе, что-то делает реально полезно. У меня были клиенты, у них вот, они чувствовали себя серьезнейшую депрессию, у них была очень престижная профессия. там, бухгалтер главный в какой-то фирме. Очень много, ну, выбирают, потому что вот, бухгалтер, почему-то вот считают, что бухгалтер такая работа, всегда будет хлеб. Так они все время говорили, как будто я чувствую себя бесполезным. Я говорю, ну, ты же, работа-то какая? Ну, то есть сама организация приносит пользу, да. Но я себя чувствую каким-то бесполезным. Вот это страшное чувство, на самом деле, потому что она приводит к заболеваниям, бессмысленность. А когда ты чувствуешь себя нужным, реально, что ты можешь делать то, что не всякий может. Вот ты, например, психолог, например, да, я знаю, что вот я, например, могу что-то делать, и я знаю, что мало кто это может делать, я действительно реально помогаю. Я чувствую себя от этого счастливым человеком. Вот когда они уходят счастливо, и это я счастливая, я думаю, боже мой, я не зря живу, они вот эти супруги счастливо обнявшись, пришли ко мне там, хотят разводиться, а уходят обнявшись, говоря мне огромное спасибо. Я прямо в этот момент, у меня даже, знаете, ощущение, что я не зря живу на этом свете. Это очень полезное ощущение, когда ты реально чувствуешь, что ты помогаешь, или что ты делаешь реально полезно, чем важно. Вот это чувство должно быть. Как будто бы хочется, ну, извините меня за такое слово, модным сделать, вот, быть полезным людям. Вот сейчас модным сделали индивидуализм, а надо модным сделать, быть полезным людям. Это не модно, это природа человека такова. Ну, вернуть это. Просто дать самим, дать самим собой. Как вот эти девушки-медики, которые на самом деле рождены быть медиками, а вот это поражены, вот этим вот модным быть бизнес-вумен, много денег зарабатывать и так далее. И, понимаете, это делают людей несчастливыми, не дают им раскрыться тем, какие есть. Если ты родился на этом мире, значит, у тебя что-то есть уникальное, что ты можешь только делать, то вот что-то, какую-то пользу приносить, особенно хорошо, понимаешь? Вот у каждого есть этот момент. И очень важно найти самого себя. В завершении нашей программы я бы хотела, чтобы мы с вами, ну, в каком-то смысле подвели итоги. То есть первое, самое вот у меня прям отпечаталось прекрасно в голове, что нужно отказаться от какой-то своей части, которая тебе мешает двигаться. Которая на самом деле не твоя, раз она мешает двигаться, правильно? Ну, просто нужно понимать, что тело одно, жизнь одна. Ты не можешь сразу в одном теле проживать несколько жизней. Выбери главное. Выбери мужество, выбрать то, с чем больше связана твоя сущность. Да. Второе. Слушай только себя. Если тебе кто-то говорит о том, что тебе пора или тебе не пора, да, это их проблемы, у тебя все внутри, твоя информация вся. То есть главная идея нашего сегодня разговора, слушайте самих себя, развивайте себя, становитесь способными быть собой. Третье. Не насилуем себя, а идем постепенно, обучая себя, свою психику. Развивай именно себя. Не ломай себя, а развивай себя. То, что в тебе есть, свою природу, свои склонности, становиться все более талантливыми, более сильными, умными, счастливыми, гармоничными. Надо в эту сторону двигаться. И тогда вопрос о входе в зону комфорта, как я вначале говорила, что сначала, психологи сейчас некоторые говорят, что сначала нужно туда войти, он уже не будет стоять. И все-таки мы возвращаемся, в который раз, на протяжении многих передач, все равно в конце вот эта мысль, неминуемо звучит, ответственность за свою жизнь, осознанность, внутренний стержень, ну без этого никуда. Без этого все-таки никак, и над этим надо работать. Да, отвечать за себя, да, учиться. И я хотела поддержать вашу мысль о том, что я, вот вы сказали, я рада, что вы, что я занимаюсь этим делом, приношу людям радость. Вот вторая передача с вами, и я второй раз уже чувствую невероятный подъем по окончании передачи. Вот у меня такое ощущение, что я сейчас могу горы свернуть, что вы втеляете такую уверенность сумасшедшую просто. И вот этим глубинным, разными вещами, которые вы видите, это очень ценно. И, конечно, было бы здорово, если бы через ваши руки, через вашу душу, через ваше сердце, ваше голову прошли как можно больше людей. Спасибо вам большое за такую чудесную встречу. Ну, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Это была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. Всего вам хорошего, берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!